Тоже вопрос, касающийся ситуации в России, в Украине. То есть многие слушатели обеспокоены, возможно ли эти же события в России. Да, домоклов меч висит над Русью. Русь для меня это целостное понятие. Я не делю там Украина, Россия, Беларусь. Для меня славянская земля — Русь. А вообще Сириус, наша система, — это наша древневедическая Русь, которая проецировалась на пространство Великой Тартарии. И славянские народы, которые сегодня рассыпались по земле, это вот есть представители этой нашей световой цивилизации. И, естественно, темные на протяжении веков ненавидели это племя Божье, постоянно нападали, постоянно строили какие-то козни, захватывали, уничтожали. И по сей день это все продолжается. Но я думаю, что скоро это все прекратится, потому что мировое зло, оно себя исчерпывает. Вот это уже апогей его проявления. И совсем скоро будет полнейшее изменение всех уровней космических представлений о естестве, о божестве и так далее. Так вот, то, что хотели сделать темные, они хотели совершить государственный переворот и развязать гражданскую войну, такую, как на Украине. То есть в пучину хаоса и крови, и беспорядков вернуть человечество и захватить власть. Потому что мировое правительство давно потирает руки, чтобы, наконец, прийти и уничтожить, в первую очередь, славян. Потому что славяне всем как бельмо на глазу. Ибо изначально наша цивилизация по всей земле была распространена. Вот почему сегодня сжигают библиотеки, уничтожают музеи. Исчезают артефакты, которые свидетельствуют о единой высококультурной, высокодуховной, мегалитической цивилизации. Им совершенно невыгодно, чтобы люди знали правду о самих себе. Потому что история переписана, всё подменено. И только люди разумные, только люди мыслящие сегодня и духовно образованные смогут выжить в это тяжёлое время. И вот нужно, конечно, всеми силами препятствовать вторжению этих тёмных. Они уже, как говорится, со всех сторон подточились, чтобы ворваться и захватить, и уничтожить всех. Нужно сражаться на тонких уровнях, обращаться со световой молитвой к Матери Мира, потому что нет сегодня силы реальной, которая могла бы защитить этот мир. Сила сына отца, она уже всё, она не работает. Под этой силой работают тёмные структуры. И в итоге человечество находится в забвении, в невежестве, не продвигается, не растёт. И только те, которые собираются и идут путём света за эпохальным учителем в лице Матери Мира, это вот как раз те высокодуховные, высокообразованные сущности, которым предстоит населить шестую расу и затем преобразовать седьмой уровень сознания. Поэтому опасность висит, и всё зависит от того, насколько уровень сознания человеческий высок. Чем скорее поднимется ваше сознание, тем легче будет это всё преодолеть. И вся эта проверка, в общем-то, и устраивается для того, чтобы пробудить человеческие души, для того, чтобы пробудить русский дух, который усыплён давным-давно. Потому что люди настолько стали безразличны ко всему, равнодушны. Даже если взять империю, Российскую, Советский Союз, да, это была империя, когда был целый монолит. Я не говорю об экономике, а я говорю о таких высоконравственных качествах, как человечность. Люди всегда протягивали друг другу руку, всегда были добры, всегда открывали двери. Сегодня такого нет. И не сказать, что все прям такие верующие вокруг, хотя множество храмов. Почему же люди тогда бездуховны? Почему так не любят, ненавидят друг друга? Почему проливается кровь? Да потому что нет основы. Как только мир лишился материнской основы, основного принципа мироздания, принципа жизни, вот с этой основой утратились все человеческие качества. Ибо только мировая женственность способна дать любовь, терпеливо нести это тяжелое бремя, милостиво прощать и вести, выводить заблудшее человечество на уровне световых райских обителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok